Меня зовут Рик Реннер, и это зал собрания нашей замечательной церкви Благовесть, пастором которой я являюсь. И каждую неделю этот зал несколько раз наполняется людьми, которые получили кардинальное спасение. Когда россияне рассказывают о том, как они пришли к вере в Христа, они чаще всего говорят «когда я покаялся». Чаще о покаянии, чем о спасении. Для них это настоящий, поворотный момент в жизни, когда они каются, они обретают спасение, полностью отдаются Богу. Это проявляется во всем, в том числе и в пожертвовании. Когда люди поклоняются Богу деньгами, они от всего сердца жертвуют во имя Иисуса. Их сердца и кошельки открыты для Христа, они верят в Евангелие и знают, что Евангелие нужно проповедовать. Они отдают Богу все, чтобы увидеть, как благая весть касается сердец людей. Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». И если ваше сердце стремится к Божьему Царству, то именно там вы хотите собирать свое сокровище. Вы желаете жертвовать для Божьего Царства, ведь там ваше сердце. И сегодня я хочу поговорить о силе даяния. Важная часть, важный ингредиент в жизни любого христианина, живущего в победе. Вас ждет полезное учение, дослушайте до конца. Мы будем говорить о щедром сердце. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о щедрости. Это важная характеристика, которая должна быть присуща вам для того, чтобы вы всегда оставались сильным, стабильным и зрелым верующим. Я часто сравниваю жизнь с процессом приготовления пирога. Для этого требуются все необходимые ингредиенты. Нужно взять основные продукты, смешать соду, разрыхлитель, яйца, сахар, придает сладкий вкус, глазурь придает красоту и торжественность. И если вы забудете добавить в тесто яйца, оно развалится. Не добавите сахар, не будет сладкого вкуса. Не добавите соду или разрыхлитель, тесто не поднимется, и выпечка обернется провалом. И вы потерпите фиаско. И для приготовления хорошего пирога нужны абсолютно все ингредиенты. Как это похоже на нашу жизнь? Я определил 10 качеств, которыми нужно обладать, чтобы быть и оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Вам потребуются все 10 шагов, и эти вещи должны быть в вашей жизни. Мы уже говорили о необходимости быть готовым благовествовать. Нужно страстно любить Божье Слово. Страстно желать Духа Святого и Его сверхъестественных действий. Иметь сердце поклонника, иметь желание страстно поклоняться. Иметь страсть по молитве, а сейчас мы поговорим о следующем ингредиенте, о жертвенном сердце. Думаю, сегодня понятие жертвенности по-новому откроется для вас. Но прежде позвольте предложить вам цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего». Прекрасное учение, 15 серий аудиопрограммы наполнены полезными практическими советами. Сопровождаются учебным пособием, где греческие и еврейские слова, разбор их значений. Также приведены библейские стихи, тезисы, принципы. Все, о чем мы говорим в наших передачах. По этой программе можно заниматься лично с друзьями в домашней группе. Анотация гласит, какие 10 качеств делают вас сильным верующим? Очень важный вопрос. Никто не хочет терпеть в своей жизни поражение. Поэтому нужно стремиться обладать всеми необходимыми качествами и стать таким, каким Бог замыслил вас. И в этой серии Рик Реннер рассказывает о 10 важных составляющих, которые необходимы, чтобы вы стали сильным христианином, каким вас задумал Бог. Я знаю, что вы хотите этого, и наша программа поможет вам. Я в этом убежден. Также мы предлагаем подписаться на мои ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день, способные изменить вашу жизнь. Я делюсь драгоценными истинами из греческого языка, зачитываю своих книг. Делюсь результатами исследований более тысячи слов, которые помогут вам глубже понимать Божье Слово. Это видео можно смотреть каждый день. Они короткие, и в них простым и понятным языком объясняется значение греческих слов из Нового Завета. И Писание буквально оживает в вашем сердце и в вашей жизни. Укрепляя вашу жизнь, ведь вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Ежедневное погружение в Божье Слово принесет плоды. Подпишитесь на бесплатную рассылку драгоценных истин из греческого языка на нашем сайте. Я уверен, что они станут для вас благословением. Обязательно сделайте это. Зачитаю отзыв нашего отличного друга, Джойс Майер. Вот что она написала. «Истины, о которых говорит в своих видео Рик Реннер, подобны граням драгоценных камней. Они совершенно по-новому отражают свет. Драгоценные истины из греческого языка — это видео ободрение для ежедневного просмотра, которые сделают ваши отношения с Богом более глубокими. Приготовьтесь. Вас ожидают настоящие сокровища, сокрытые в Божьем Слове». Спасибо, Джойс. Эти слова — благословение для меня. Я убежден, что просмотр драгоценных истин по-новому откроет вам Священное Писание. А мы продолжим говорить о качествах, которыми нужно обладать, чтобы быть и оставаться сильным, утвержденным и зрелым верующим. Сегодня мы поговорим о следующем компоненте — готовность жертвовать или о щедром сердце. Откройте Библию, Деяния, 2 глава, 46 и 47 стих. Сегодня я буду много читать из своих заметок. Когда Бог касается сердец, открываются кошельки, и люди становятся щедрыми. Щедрость — один из признаков, что Бог действует в сердце и действует в церкви, действует в жизни. Когда Бог касается людей, они становятся щедрыми. О том, как это происходило в ранней церкви, мы можем узнать в Деяниях, 2 главе, 46 и 47 стих. В одном из переводов Библии этот стих звучит так. «Они каждый день поклонялись Богу в храме и собирались по домам для вечери Господней, делились пищей с большой радостью и щедростью». Мне очень нравится этот перевод. «Кваля Бога и находясь в любви у всего народа, и каждый день Господь прилагал к их собранию спасаемых». Верующие первого столетия были щедрыми. В Деяниях 4 главе, 32 по 36 стих мы читаем, что они не переставали быть щедрыми. Чем сильнее Господь касался их, тем больше открывались их сердца и кошельки. Чем больше Бог действовал в их жизни, тем более щедрыми они становились. Давайте вместе прочитаем Деяния 4, 32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Обратите внимание на единство, царившее среди них. «И никто ничего от имения своего не называл своим, но все у них было общее. Они были щедрыми, они делились, они стали даятелями». Обратите внимание на результат этого в стихе 33. «Апостолы же с великою силой усвидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на них». Я покажу вам примеры из Библии и расскажу о том, что когда мы щедры, то и Бог проявляет щедрость. Божьей силой является, когда люди щедры. 34 стих. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». 35 стих. «И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Люди становились очень щедрыми, когда Бог начинал действовать в их жизни. Стих 36. «Так Иосия, прозванный от апостола Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом киприянин, 37 стих, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Варнава испытал Божьи прикосновения и начал жертвовать по-крупному. Я повторю то, о чем говорил вначале. Когда Бог касается сердец, люди становятся щедрыми. Иисус много учил о даянии. Ученики узнали об этом от Иисуса. Помните, что прежде, чем стать апостолами, они назывались просто учениками, по-гречески «матетес», что означает «ученик, который всецело предан и подчинен своему наставнику». Более правильным переводом слова «матетес» будет «ученик», чьей первоочередной задачей является получить от учителя все возможное и научиться делать все, что делает наставник. Поэтому в течение трех лет апостолы учились совершать дела Иисуса. Участь у Господа, они были Его прилежными учениками. Апостолы часто слышали, как Иисус говорил о финансах. Они также видели, как Он обращался с деньгами. Позвольте привести в пример один знаменательный стих, который вы, вероятно, не понимаете до конца. Деяние 10.38. Послушайте, известный стих. Я знаю, что вы его читали. «Как Бог, Духом Святым и силою, помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Скорее всего, вы считаете, что хорошо понимаете этот стих. Думаю, что это не так. Многие полагают, что слово «благотворить» относится к исцелению тех, кто был обладаем дьяволом. Но у него совершенно иное значение. Иисус занимался благотворительностью, помимо освобождения обладаемых дьяволом. «Благотворить» — греческое слово «юргетео» означает «творить благо», «добро». Этим словом также называют благотворителя или филантропа — того, кто оказывает финансовую поддержку благотворительных проектов, кто использует финансовые ресурсы для восполнения нужд людей, попавших в беду. Это слово употребляли только в отношении продуктов питания, одежды или других вещей. Иисус не связанных с физическими или материальными потребностями. То есть, помимо исцеления и освобождения людей от власти дьявола, в жизни Иисуса был целый благотворительный раздел. Иисус был благотворителем, филантропом, и Он использовал свои ресурсы, чтобы восполнять нужды людей, попавших в беду. Это удивительно. Иисус много говорил о финансах. В Евангелии от Матфея 6, 21 упоминается один из важнейших финансовых принципов, которым Иисус учил. Иисус сказал следующее. «Состояние вашего сердца отражается в том, как вы обращаетесь с деньгами, на что вы тратите деньги». Евангелие от Матфея 6, 21. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Прочитаю еще раз. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Согласно этому стиху, все, что мы делаем с деньгами, на что мы их тратим, во что вкладываем, на что жертвуем, говорит о том, что мы на самом деле любим и ценим. Первые христиане любили Господа, любили Его Церковь, поэтому они инвестировали свои финансы в дело Господне и в Его Церковь, потому что именно там было их сердце. Иисус ясно сказал в Евангелии от Матфея 6, 21. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И я хочу задать вам три вопроса. Что именно? «Ваши финансы говорят о вашей любви к Господу». Деньги открывают правду, так сказано в Евангелии от Матфея 6, 21. Второй вопрос. «Что ваши финансы говорят о вашей любви к Церкви?» «Вы жертвуете в Церковь?» Согласно Евангелию от Матфея 6, 21, то, как вы поступаете с деньгами, говорит о вашем отношении к Церкви. Третий вопрос. «Что ваши финансы говорят о вашем духовном состоянии?» «Закрытое сердце говорит о том, что вы не позволяете Богу касаться вас. Но когда сердце открыто, оно становится щедрым. Божье прикосновение делает человека щедрым. Это качество отличало первых христиан. Бог коснулся их сердца. Они открылись для Него и начали жертвовать. А Бог проявлял щедрость по отношению к ним. Божья сила действовала. И когда они шли на финансовые жертвы, Бог был щедр по отношению к ним. Есть очень важные слова, которые мы постоянно провозглашаем в нашей Церкви. Я хочу, чтобы вы произнесли вместе со мной. «Бог щедр с щедрыми». «Бог щедр по отношению к щедрым». «Бог щедр по отношению к щедрым» — это факт. И я расскажу об одной церкви, где Денис и я когда-то служили. Поженившись, мы стали трудиться в одной прекрасной, старинной, традиционной церкви. Однажды в ней была запущена строительная программа. И Бог коснулся сердец прихожан, и они начали жертвовать. Это были сверхъестественные пожертвования. Настоящее чудо. Истинная жертвенность. За всю историю в той церкви ничего подобного не происходило. Когда верующие стали жертвовать на строительство, мы увидели, как Бог являл свою щедрость к церкви. Божья сила стала действовать. Неделя за неделей, и за дня в день у кафедры яблоку негде было упасть. Из-за собравшихся там кающихся людей. Божья сила проявилась, когда церковь начала жертвовать. Бог показал, что Он всегда щедр по отношению к щедрым. Это важный принцип. Его нужно усвоить. Бог щедр по отношению к щедрам. Эту часть необходимо добавить в состав своей жизни и очень хорошо ее понимать. В Ветхом Завете жертва обычно была связана с постройкой жертвенника. Жертвенники никогда не появлялись сами по себе чудесным образом. Их нужно было построить. Для этого требовалось собрать, обработать, сложить камни. Жертвоприношение можно было приносить только, когда жертвенник был готов. Это очень важно, потому что это значит, что Ветхозаветная жертва — это решение, принятое отнюдь не в последнюю минуту. Жертвоприношения не носили бессистемный характер. Они были тщательно спланированы и продуманы. Нужно было собрать камни, построить жертвенник, приложить все имеющиеся знания и умения. Это говорит о том, что наши пожертвования не должны быть спонтанными, бессистемными или случайными. Нам нужно планировать свои даяния Богу и быть в этом постоянными. Поймите, что когда мы даем Господу, мы своим даянием возводим жертвенник, на который мы кладем жертву, угодную ему. И Бог благословляет нас. Ветхий Завет полон таких примеров. Например, Бытие 8.20. Речь о том, как Ной построил жертвенник после всемирного потопа, и Бог благословил его. Бытие 12.7. Авраам возвел жертвенник Господу в новой земле, где видел исполинов и прошел через многие испытания. И Бог защитил его. Авраам знал, что ему нужно Божье присутствие, поэтому он построил жертвенник и принес жертву. Бытие 13.4. Авраам построил жертвенник Господу, выйдя из Египта, чтобы выразить свою благодарность. И Бог снова благословил его. Бытие 13.18. Авраам построил жертвенник Господу, войдя в землю обетованную. Он знал, что ему потребуется Божья помощь, и Бог ему помог. В Божьем благословении. В Божьем благословении. В Божьем благословении. И Бог отвечал. Он благословлял их, помогал им, обеспечивал их. Бог откликается на зов щедрого сердца. Бог всегда отвечает на жертву. Во второй книге Царств 24.24 говорится о том, как Давид построил жертвенник Господу, и для строительства был нужен конкретный участок земли. Землевладелец хотел отдать эту землю Давиду бесплатно, но во второй книге Царств 24.24 сказано, «Но царь сказал Орнин, «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу, моему жертву, взятой даром, и купил Давид гумно и валов за 50 ситлей серебра». Давид отказался приносить жертву, которая ему ничего не будет стоить. И это один из наиболее важных стихов о жертве во всей Библии, потому что он закладывает основания, принцип, гласящий, «Жертва не должна быть дешевой». С самого начала времен Бог постановил, если мы будем щедры к нему, он будет щедр по отношению к нам. Мне нравится этот пример из жизни царя Давида, потому что он сказал, «Я не принесу Господу жертву, которая ничего мне не стоила». И мы с Денисом постоянно размышляем о нашем даянии. И раз в месяц у нас происходит серьезный разговор на эту тему. Мы анализируем все свои пожертвования и спрашиваем себя, легко ли они дались нам, или они нам чего-то стоили. Были ли наши даяния доброохотными? Были ли наши жертвы легкими? Прилагали ли мы усилия? Мы должны сделать свои даяния продуманными, спланированными и жертвенными. Этому учит Библия. И мы так и поступаем. Бог щедр по отношению к щедрым. Наше отношение к пожертвованиям отражает состояние нашего сердца. Именно об этом сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 6 главе, 21 стихе. Бог всегда отвечал на щедрые и искренние пожертвования. Позвольте привести еще несколько примеров. Вторая книга про Липоменон, 1 глава, 6-7 стихи. Чудесные стихи. Здесь сказано. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон тысячу всесожений. Тысячу всесожений. Как это вообще возможно? Я не знаю. У меня состоялся разговор со специалистом с животноводческой фермы. Он христианин. Мы поговорили об этом отрывке, и он сказал, что даже при наличии всей современной скотобойной техники, невероятно сложно забить тысячу голов скота за один день. А Соломон, без скотобоя, смог принести в жертву тысячу всесожений на жертвенники. Царь сделал серьезное заявление и продемонстрировал своим даянием состояние своего сердца. Посмотрите, как Бог ответил ему. Следующий стих, стих 7. «В ту ночь явился Бог Соломон и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе». Бог откликнулся на искреннюю жертву». Вторая книга про Липоменон, 7, 5 и 12. Соломон помнил, что произошло, когда он принес тысячу всесожений. Он снова приготовил жертву, но взгляните, какую жертву он принес на этот раз. 5 стих. «И принес царь Соломон в жертву двадцать две тысячи валов и сто двадцать тысяч овец». Вот так осветили Дом Божий, царь и весь народ. Двадцать две тысячи валов и сто двадцать тысяч овец. Как такое вообще возможно? Даже при наличии современных технологий. Это очень сложно осуществить даже сегодня. Подумайте о том, какая была проделана подготовительная работа для этого жертвоприношения. Нужно было найти столько животных, организовать множество священников, чтобы принести животных в жертву. Насколько же упорядоченным был тот акт жертвоприношения. Соломон был полной решимостью, он все продумал. И смотрите, в двенадцатом стихе Бог дает ответ. «И явился к Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву двою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Бог явился, когда Соломон проявил щедрость. В обоих случаях ответ Бога последовал за жертвой. Это прекрасно. Это прекрасно. Бог отвечает на жертву. Притча, третья глава, девятая и десятая стихи. Давайте послушаем слова Соломона. Он знал, о чем говорил, ведь именно Он принес те масштабные жертвы, на которые Бог ответил сверхъестественным образом. И теперь, в книге притчи, третьей главе, девятом-десятом стихе, мы читаем, «Чти Господа от имения Твоего и от начатков всех прибытков Твоих». В следующем стихе сказано, что сделает Бог. Он явится нам и благословит наш скот, наши житницы, наше материальное имущество. Бог благословит нас в финансовой сфере и абсолютно во всем, если мы будем чтить Его от имения Своего и от начатков всех наших прибытков. Это так чудесно. И мы лишь в самом начале пути, но уже на этом отрезке мы убедились, что Бог щедр по отношению к щедрым. Поэтому так важно понимать необходимость иметь такое качество, как щедрое сердце. Если Бог коснулся вас, то вашей нормальной реакцией будет открыть Ему свое сердце и быть щедрым. Если ваше сердце в Царстве Божьем, то там же будет и ваше сокровище. Так сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 6 главе, 21 стихе. Время наше подходит к концу, и я скоро вернусь, чтобы помолиться за вас. Чтобы испечь пирог, вам потребуются конкретные ингредиенты. И когда все необходимое замешано правильно, вы получите желаемый вкус. Но если упустить хоть один ингредиент, то все может закончиться печально. Также и в жизни для каждого из нас важны духовные составляющие, для жизни в непоколебимой и твердой вере. В серии учений «10 принципов сильного верующего» Рик Реннер освещает 10 качеств, необходимых для каждого утвержденного верующего. Скачайте бесплатно цикл аудиопрограмм «10 принципов сильного верующего» на нашем сайте ignc.org. Это учение поможет вам усовершенствовать свою молитвенную жизнь, научиться ходить в святости и применять духовную власть, данную вам Богом. Также подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». В них Рик Реннер раскрывает бесценные сокровища, которые хранит Божье Слово и учит нас жить бескомпромиссной жизнью веры в личном общении с Богом. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день способны изменить вашу жизнь. Просматривая «Драгоценные истины», вы найдете глубокий анализ более тысячи греческих слов. Это вдохновит и утвердит вас на пути познания того, что Бог приготовил для вашей жизни. Подпишитесь на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка». Эти уникальные инструменты для исследования Писания расширят ваше понимание библейских истин. Изучая подлинные значения слов из Нового Завета, вы обретете настоящие сокровища, содержащиеся в Божьем Слове. Не пропустите эту возможность подписаться на ежедневные видео ободрения «Драгоценные истины из греческого языка» на сайте ignc.org. Здравствуйте, меня зовут Джо Лу Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает восстанавливать жизнь людей, находящихся в зависимости. По всему миру мы наблюдаем эпидемию наркомании. Возможно, вы тоже знаете кого-то, находящихся в плену алкогольной или наркотической зависимости. Человеку очень нелегко выбраться из порочного круга зависимости. Благодаря щедрым пожертвованиям наших партнеров мы поддерживаем работу нескольких христианских реабилитационных центров, где людям помогают восстанавливаться на работе. Предоставляется медицинская помощь, и оказываемая система поддержки позволяет реабилитантам не чувствовать себя одинокими и оторванными от общества. Благодаря вашим пожертвованиям мы видим, как выздоравливают больные гепатитом С, восстанавливаются разрушенные семьи и отношения. А те, кто был в плену зависимости от наркотических веществ, получают свободу и возвращаются к нормам. Все это стало возможным только при поддержке наших драгоценных партнеров. Но все еще так много людей нуждаются в нашей помощи. Их семьи ждут, когда они получат свободу от пагубных привычек. А многие зависимые хотят исцелиться, но у них нет возможности пройти реабилитацию. Прямо сейчас вы можете помочь ребенку вновь обрести своего отца или матери, увидеть возвращение своего блудного сына. Ваши пожертвования совершают великие дела, ведь эти люди так нуждаются в вашей помощи. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org. С вашей поддержкой мы можем внести значимые перемены в жизни многих людей. В Евангелии от Матфея 6, 21 Иисус сказал, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». И очень легко понять, где сердце человека. Просто посмотрите, на что уходят его деньги. Если он вкладывает все в себя, значит, там его сердце. Вкладывает в свое хобби, там его сердце. Вкладывает все в свой дом, там его сердце. Я не говорю, что все это неправильно. Но если ваше сердце будет в Царстве Божьем, то вы будете вкладывать свои финансы в Него. Состояние вашего сердца отражается в том, как вы распоряжаетесь деньгами. Библия ясно учит, что когда Бог касается сердец людей, их кошельки также открываются. Люди начинают проявлять щедрость. И множество подтверждений этому мы находим в книге Деяний и по всей Библии. Щедрое сердце — важное качество, которым вы должны обладать. Если вы щедры, Бог будет щедр по отношению к вам. Бог щедр с щедрыми. Понимаете ли вы, насколько важен этот компонент? Вау! Наша передача основана на цикле программ «Десять принципов сильного верующего». В ней говорится о десяти составляющих, которыми нужно обладать, чтобы быть сильным, утвержденным и зрелым верующим. Я также предлагаю вам подписаться на ежедневные видео ободрения. Полторы минуты из драгоценных истин на каждый день изменят вашу жизнь. Я убежден, что благодаря им Новый Завет оживет в вашем сердце. Позвольте помолиться за вас. Отец, я знаю, что каждый, кто смотрит эту передачу, хочет быть щедрым. Никто не хочет быть жадным. Спасибо тебе за твою благость. Когда мы открываем свое сердце и жертвуем в Божье Царство, ты проявляешь свою безмерную щедрость по отношению к нам. Ты посещаешь нас, являешь свою силу, даешь нам божественное здоровье и процветание. Ты щедр по отношению к щедрому. Господь, мы хотим быть щедрыми, и мы провозглашаем, что будем щедрыми во имя Иисуса. Аминь. Все это очень важно. Помните, о чем говорится в книге Экклесиаста 8.4, где слово Царя, там власть. И пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы с вами увидимся в следующей передаче. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране. А также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях.